В Москве сейчас ровно 22.16, 6 декабря 2020 года. Вы точно знаете, когда я начал записывать это видео, даже если вы находитесь в другом часовом поясе. Не самая полезная информация. Однако, никто не будет спорить, что у стандартизированного времени есть много плюсов. Если ваш друг находится далеко от вас, вы просто прибавляете и отнимаете целые часы, а не пытаетесь выяснить, в каком положении сейчас находится солнце в его деревне. Если ваш друг, конечно, живет не в Иране, где время от московского отличается на полчаса. Часовой пояс плюс 3,5. Или не в Индии с часовым поясом плюс 5,5. А если ваш друг живет в одном из этих населенных пунктов на юго-западе Австралии, вы достали счастливый билетик. Его часовой пояс плюс 8,75. И его время отличается от московского на 5 часов 45 минут. Да, это отдельный часовой пояс для пяти деревень. И, кстати, все эти ваши подсчеты не будут работать через полгода, потому что почти треть стран мира меняют свое время на летний период, передвигаясь на час вперед. В южном полушарии на час назад. И там это называется зимнее время. Так что вам нужно учитывать, в какое время года вы ведете этот подсчет. Ну или вы можете просто загуглить. Часовые пояса и синхронизация времени. Тема нашего выпуска. Это рубрика «Как работает», в которой мы объясняем, как работают вещи, механизмы, социальные явления простым языком. Без претензий на уникальность, но с претензией на достоверность. От самых простых до самых загадочных. В этом видео вы узнаете, почему длительность часа могла меняться в течение года. Как китайцы определяли время по запаху. Почему на одном острове может быть вчера, а на соседнем уже завтра. И как поезда навсегда изменили способ общемирового времяисчисления. Возможно, вы этого не знали. Это только на первый взгляд кажется, что проблема синхронизации времени – это проблема больших расстояний. Когда «Вояджер-1» пролетал мимо Юпитера, зонт должен был сделать самые четкие в истории фотографии спутников планеты – Ио и Ганимеда. Но исследователи получили хаотично смазанные снимки. Одни четкие, другие размытые. И почему так, долго не могли понять. Стали разбираться с данными о состоянии электроники. И выяснили, что основные часы замедлились на подлете к Юпитеру на 6,3 секунды. А когда зонт пролетал очень близко – уже на 8 секунд. И дело было вовсе не в гравитации. То есть не только в гравитации. У газового гиганта сильный радиационный пояс. Он и привел к сбою электроники, из-за которого бортовой компьютер и камеры в тот момент по-разному стали считать время. И затвор в итоге срабатывал все позже и позже. Поэтому много света успевало попасть в объектив. И фотография получалась смазанной. Ведь это была всего лишь третья за всю историю освоения космоса межпланетная миссия, одной из целей которых был Юпитер. В такие моменты думаешь – ну почему я об этом не знал и заранее не подстраховался? Например, когда в самый ответственный момент тебе звонят неизвестные номера, а ты очень занят. Поэтому не задумываясь поднимаешь трубку, вдруг это курьер звонит или старый друг, но чаще всего это оказывается наглый, непрошенный, а главное бессмысленный телефонный спам. Ну камам, неужели кто-то слушает после первых же слов? Теперь все проще. Просто открываете приложение Яндекс и просите Алису включить определитель номера с помощью команды «Алиса, включи определитель номера». И вы будете узнавать, это спамер хочет украсть ваше время или это действительно нужный звонок. Функция, разумеется, бесплатная и доступна со всеми остальными, если у вас на телефоне стоит приложение Яндекс. Заодно Алиса подскажет, какая сейчас погода и чего ждать к вечеру или утру, что с пробками, найдет ответы на нужные вопросы в интернете или просто с вами поболтает. Первые календари, как и сегодняшние, базировались на трех природных циклах. Это солнечный день, лунный цикл, ориентированный на фазы луны и солнечный год, который влиял на смену сезонов. Однако для многих самых древних цивилизаций год, как мы понимаем его сегодня, солнечный год, не имел настолько ключевого значения. В низких широтах смена сезона была не так важна. Для тех, кто жил вблизи экватора, приливы и отливы были гораздо важнее. А приливные силы на Земле являются средствием смещения гравитационного поля в сторону луны. Египтянам тоже, казалось бы, были важны приливы и отливы. Но у них все было немного иначе. Все дело в ежегодном разливе Нила, напитывающем Землю живительной влагой. Все земледелие Египта ориентировалось именно на него. Одни разлива были настоящим праздником. Если, конечно, закрыть глаза на все разрушения. А причины у него весьма специфические. Все из-за муссонов, ветров, идущих от тропиков к экватору, которые вызывают значительные атмосферные осадки в Эфиопском Нагорье, а также таяние снегов на высоком плато этого Нагорья. Большая часть воды из этих осадков забирается притоками Нила. И ежегодно, с точностью до нескольких дней, примерно 15 июня по Григорианскому календарю, прибывают в долину, что соответствует первому дню года по египетскому календарю. В северных же широтах, где было важно сезонное земледелие, Солнечный год как раз был ключевым ориентиром. С продвижением Римской империи на север, их календари тоже по большей части стали ориентироваться именно на циклы Солнца. Григорианский календарь, который используется сегодня в большинстве стран мира, происходит как раз оттуда, наследуя от египетского, еврейского и римского календарей. Но если подытожить, древние цивилизации с разным приоритетом создавали свои календари вокруг лунных и солнечных циклов. Древний город Теотиуакан, построенный около 2000 лет назад на территории современной Мексики, похоже, был во многом устроен таким образом, чтобы вести счет времени. Самые большие его строения – это пирамида Луны и пирамида Солнца. Судя по всему, вторая пирамида использовалась как раз для отслеживания Солнечного года. Она ориентирована ровно к точке захода Солнца на горизонте 12 августа и 29 апреля. Этими датами определялся календарный год Теотиуаканцев. Во времена Древнего Египта разлив Нила также почти точно совпадал с гелиакическим восходом Сириуса. Это момент в ежегодном цикле, когда Сириус начинал немного выглядывать из-за Солнца, впервые за долгое время появляясь на небосводе как раз незадолго до рассвета. В этот момент египтяне видели на небе 12 деканов, как их позже назвали греки. Для египтян же это, по всей видимости, были 12 маленьких созвездий. Они делили свой ежегодный календарь на 12 месяцев, состоящих из 30 дней. И, похоже, именно важность этих 12 деканов и привела к тому, как они решили делить ночь. Они начали делить ночное время на 12 равных частей, а позже то же самое стали делать и с дневным временем. Получился аналог современных 24 часов, но с небольшим нюансом. Поскольку они отдавали ровно по 12 часов для дня и ночи, то длительность часа не была фиксированной. Она менялась в зависимости от времени года. Летние дневные часы были длиннее, а зимние короче. И только дважды в год, в дни весеннего и осеннего равноденствия, длительность такого часа совпадала с тем, который мы используем сегодня. Исследователи называют эту единицу времени temporal hour, что можно перевести как временный час или час с разной длиной часа. В дальнейшем будем называть его неравный час. Похожий способ деления суток на дневные и ночные часы был и в Вавилоне. Согласно Геродоту, именно оттуда древние греки его и переняли. А римляне, видимо, потом переняли его у египтян или у греков. В традиционном еврейском праве Галахе было понятие так называемого талмудского часа, который означал одну двенадцатую времени от рассвета до заката. Это тот же самый неравный час. Солнечные часы, кстати, были прекрасным устройством для отслеживания неравного времени в дневное время. Потому что они показывали время ровно от восхода до захода солнца. И никак не те часы, которые мы знаем сегодня. Поэтому нет, идея неравных часов вовсе не была безумием, как может показаться. И неудивительно, что она присутствовала почти во всех правилах счета времени древних цивилизаций. Это было удобно с точки зрения отслеживания времени, исходя из технологий тех времен. В Азии традиция измерения временных промежутков была связана с использованием свечей и ароматических палочек. В Китае использовали свечи, на которые наносились маркировки, обозначающие временные промежутки. И по мере горения свечи сгорали и отметки. Таким образом, можно было понять, сколько времени прошло. Но лично мне особенно понравилось использование ароматических палочек для счета времени. Самые ранние свидетельства их использования отсылают нас еще к шестому веку. Ровное тление такой палочки оказалось очень полезным. И некоторые из таких устройств даже использовали разные благовония для разных промежутков времени на одной и той же палочке, чтобы по одному только запаху можно было понять, который сейчас час. Клип Сидра еще одно древнее устройство для измерения промежутков времени. Эдакие водяные часы, время в которых измерялось по количеству воды, которая вытекала из маркированного сосуда с дыркой. Похоже, именно отсюда произошло выражение «время и стекло». Однако была проблема, связанная с тем, что с уменьшением количества воды в сосуде падало и давление воды. А значит, вода вытекала все медленнее. Решали это разными способами. А в третьем веке до нашей эры такие часы достигли полного развития благодаря Ктисибию. Он изобрел принцип сифона и использовал его для построения клипсидры, которая стала самым точным устройством измерения времени на тот момент и оставалась таковой вплоть до 17 века. Вот так выглядит устройство его часов. Человечек под номером 6 показывает текущее время, поднимаясь за счет уровня воды в резервуаре 4. А в конце дня, после наполнения резервуара, вода стекает по трубке сифона 8 и цилиндр поворачивается вокруг вертикальной оси, показывая уже следующий день. Обратите внимание на кривые часовые линии на цилиндре. Это было нужно как раз для того, чтобы равномерное движение поплавка было согласовано с неравными часами. Каждый новый день, по сути, человечек указывал на новый циферблат, если так можно сказать. Цилиндр совершал полный оборот каждые 365 дней. И это, безусловно, шедевр инженерного искусства того времени. Первые известные нам механические часы появились в 1283 году в Англии. Рост численности городского населения в Европе во второй половине 13 века, связанный с развитием частной торговли, создал спрос на точные часы. Однако, немаловажную роль в этом сыграла и католическая церковь. Ведь это помогало более точно соблюдать строго установленное время молитвы для монахов. Церковь была очень богата и могла позволить себе не только нанимать лучших специалистов, но и, по сути, готовить их, потому что именно в ее руках тогда было образование. Только к 15 веку начали набирать популярность домашние часы. Но как популярность? Это однозначно все еще было элементом роскоши. И насколько удобным ни было бы иметь домашние часы, абсолютное большинство людей все еще ориентировались на городские часовые башни и на церковные колокола. Первые часовые башни делались без циферблата. Они сообщали время, используя куранты. Обычно это было начало работы или время молитвы и так далее. И только с массовым распространением таких башен до проектировщиков дошло, что большой циферблат вообще-то может быть полезнее, ведь текущее время можно будет узнать в любой момент. Часовая башня строилась в центре города и обычно была самым высоким зданием в округе. Механические часы в теории могли быть настроены таким образом, чтобы считать неравные часы, но очевидно, что с такой технологией хранения времени это уже костыли. И намного естественнее считать с их помощью равные часы. Окей, только теперь возник серьезный вопрос. Откуда начинать считать начало суток? Больше нет никакой привязки к рассвету и закату. В итоге разные соревнующиеся системы были вытеснены так называемыми французскими часами или часами маленького циферблата. Маленький циферблат это тот самый круг с 12 часами. Сутки начали делить на два периода по 12 часов, сменяющие друг друга в полдень и в полночь. Новые сутки начинались в полночь. И все, что я рассказывал на протяжении этого видео, имело смысл только для одного отдельно взятого населенного пункта. Потому что до середины 19 века каждый город использовал свое местное время, которое базировалось на его долготе. Это означало, что если вы перемещаетесь из одного населенного пункта в другой, вам точно придется согласовать ваши часы с текущим местным временем по прибытии, если вы, конечно, хотите участвовать в каких-то запланированных активностях. Благо, городские часы всегда были под рукой. Над рукой. А сейчас у меня будет формальный повод показать очень много кадров ретро-поездов. Собственно, ради чего мы все это и задевали. Именно с развитием сетей железных дорог появилась необходимость каким-то образом унифицировать время. Ведь в каждом новом городе по пути следования было свое местное время. И это создавало серьезные путаницы в расписании. Ну и кроме того, что составлять расписание было совсем непростой задачей, путаницы со временем могли приводить вообще-то еще и к авариям. В 1840 году большая западная железная дорога Великобритании первой перешла на единое время, которое было установлено по Гринвичу. После этого начали подтягиваться и другие железнодорожные компании. 1 декабря 1847 года время на всех станциях было установлено по Гринвичской обсерватории. Но официальный переход на единое время в Великобритании состоялся только в 1880 году. Спустя три года подтянулись также США и Канада. Опять же, это было связано в первую очередь с железными дорогами. В 1884 году в Вашингтоне прошла международная меридианная конференция, на которой планировали выбрать единый стандарт расчета долготы – нулевой меридиан. А вместе с ним выбирали и стандарт всемирного времяисчисления. Выбирали из пяти основных вариантов. Парижский меридиан, меридиан Ферро, который проходил в Атлантическом океане между двух частей света и достаточно широко использовался еще до конференции. Меридиан в Беринговом проливе, разделяющий Россию и США, и тоже, по сути, отделяющий старый и новый свет. Меридиан на Азорских островах и, наконец, гринвичский меридиан, который к тому моменту был не только стандартом в Великобритании, но и широко использовался на многочисленных морских картах. 22 из 25 стран-участниц конференции проголосовали за гринвич. И вот мы имеем, как будто бы, по идее, 24 часовых пояса. Ныне используется стандарт UTC. Часовые пояса привязаны к меридианам с промежутками в 15 градусов восточной долготы. По ходу конференции Британия также предложила использовать для обычной жизни поясное время с меньшим интервалом, по 10 минут, то есть с промежутками в 2,5 градуса. Эта резолюция была отклонена. Однако, как вы могли заметить, выбранные на конференции меридианы определяют лишь идеальные часовые пояса. Реальные границы временных зон огибают государственные границы, географические объекты, а в некоторых случаях и отдельные регионы внутри государств. Каждая страна может выбрать свой часовой пояс, и никто не обязан выбирать тот, в котором страна реально географически находится. Некоторые страны также решили, что будут использовать часовые пояса со смещением не на целый час, как, например, UTC плюс 3.30 в Иране, UTC плюс 4.30 в Афганистане или даже UTC плюс 5.45 в Непале. Большие страны, вроде России, США, Канады, могут делить страну на несколько часовых поясов внутри страны. Но, опять же, каждая страна может выбирать наиболее удобную для нее комбинацию часовых поясов. В Китае, к примеру, который расположен географически в пяти часовых поясах, вся страна живет по времени Пекина, UTC плюс 8. Из-за этого на западе Китая местное солнечное время отстает от официального почти на три часа. Поздний рассвет может наступить после десяти часов утра, а солнечный полдень может наступить после трех часов дня. Часовых поясов на самом деле далеко не 24. Во-первых, если даже не вдаваться в эти дробные часовые пояса, у нас все еще есть нулевой часовой пояс на Гринвиче, от которого отчитывается 12 поясов на запад и 12 поясов на восток. Уже 25 поясов, только 12-е они как бы поделены пополам. В идеальных обстоятельствах, в часовых поясах минус 12 и плюс 12, время совпадает. Но из-за того, что они смещены в разные стороны, UTC плюс 12 живет на один календарный день позже, чем UTC минус 12. Новая Зеландия находится в часовом поясе UTC плюс 12. Их время совпадает с временем на Камчатке. И по логике, именно в этом часовом поясе на всей Земле первым должны наступать новые сутки. Однако на новозеландском острове Четом сутки наступают на 45 минут раньше. Это UTC плюс 12.45. И это даже еще не конец, потому что самым восточным часовым поясом является UTC плюс 14. Часть островов государства Кирибати живут по этому времени. Это острова архипелага Лайн, который до приобретения независимости был колонией США и спокойно себе жил в UTC минус 10. Сейчас их время точно совпадает с временем в часовом поясе минус 10, который, например, принят в располагающихся чуть северней Гавайях. Но только с разницей в сутки. Все потому, что Гавайи это штат США. Им удобнее быть ближе по времени именно к Америке. Тогда как Кирибати имеет более плотные экономические связи с Австралией. Более того, целый архипелаг островов этой республики, острова Гильберт, находится в UTC плюс 12. И им невыгодно отставать по времени не только от своего ключевого экономического партнера, но и от самих себя. То есть, как бы красиво мы не делили земную сферу на меридианы, насущные вопросы все-таки в намного большей степени влияют на то, по какому времени нам жить. Наиболее яркий пример влияния экономических факторов на выбор часового пояса это Самоа. Есть независимое государство Самоа. А есть неинкорпорированные территории США, американское Самоа, по сути колония США. Расстояние между ними всего 70 километров. Они расположены в одном географическом часовом поясе. Но в Самоа, который торгует с Австралией, часовой пояс плюс 13. А в американском Самоа минус 11. 24 часа разницы между соседними архипелагами. И это все только зимой, потому что летом государство Самоа переходит на летнее время, передвигая стрелку часов на час вперед. Таким образом, разница во времени составляет уже 25 часов. А значит, когда в Самоа уже наступил четверг, в американском Самоа все еще заканчивается вторник. Целесообразность перехода на летнее и зимнее время уже давно находится под большим вопросом. Изначально задумка была в том, чтобы более эффективно использовать солнечный день. Это также помогает экономить электроэнергию, если периоды активности приходятся на светлое время суток. Однако это также кардинально меняет расклад часовых поясов. Когда одни страны совершают переход, другие его не совершают. И при этом на самом деле для некоторых стран действительно бессмысленно делать этот переход. Опять же, в самых низких широтах, в тропиках, вблизи экватора, смена времен года не так ярко выржена. И продолжительность светового дня почти не меняется. В высоких же широтах это изменение настолько радикально, что переход просто теряет смысл. Сегодня 6 декабря, 22.05. Рассвет в Москве наступит примерно через 10 часов. А рассвет в Мурманске наступит примерно через месяц. 11 января 2021 года, в 12.30. А в 13.22 солнце уже зайдет обратно. Было бы что там ловить. Поэтому нельзя заставить все страны синхронно сменять зимнее и летнее время. Потому как это является экономически целесообразным только для тех, кто обитает в средних широтах. Но на самом деле даже экономическая целесообразность находится под большущим вопросом. Реальная экономическая польза все еще остается недоказанной. Экономия электроэнергии на деле оказывается не такой уж значительной. Ну и сам переход он тоже стоит денег. Некоторые исследования, проводимые в Европе и России, указывают на повышение риска инфарктов в первую неделю после перехода. Сами цифры разнятся. Люди периодически жалуются на возникновение бессонницы и падение продуктивности. Стрелки при этом передвигаются в разном направлении в северном и южном полушариях. И даже не синхронно, потому что каждая страна выбирает свой наиболее удобный день для перевода часов. Это создает нереальную путаницу. Так что диалог на эту тему далек от завершения и вопрос однозначно нуждается в дополнительном исследовании. Есть на Земле и одно место, в котором время может быть таким, которое ты выберешь сам. И это место – Северный полюс. Меридианы сходятся на полюсах. А значит, находясь на полюсе, ты одновременно находишься во всех часовых поясах. В теории, заход и восход солнца здесь происходит только по разу в год. И получается, что солнечные сутки длятся целый календарный год. Экспедиции на Северном полюсе обычно используют время той страны, из которой они прибыли. А вот на Южном полюсе, на научной станции Амундсенскот, просто принято использовать новозеландское время. Плюс 12. По ближайшему перевалочному пункту, через который и так перемещаются все экспедиции. Часовые пояса были созданы с целью унифицировать время исчисления. Создать стандарт, благодаря которому проще было бы синхронизировать общемировое время. И это действительно упростило жизнь. В эпоху глобализации это оказалось даже полезнее, и инициатива как будто опередила свое время. Но есть эксперты, которые считают, что нам и этого недостаточно. Что следующий шаг это отменить все часовые пояса и ввести одно единственное общемировое время. Они признают, что часовые пояса это удобнее, чем иметь местное время в каждом отдельно взятом населенном пункте. Но во избежание любых путаниц, они хотят снести все часовые пояса. Работать это будет вот так. В Лондоне солнце будет вставать в 8 утра. А в Москве с тем же самым временем солнце уже 3 часа как взошло. И это не значит, что люди в Лос-Анджелесе должны просыпаться в полночь и ехать на работу. Вовсе нет. Просто для них утро начнется в 16.00 по мировому времени. Отходить ко сну они будут только после 6.00. Зато они точно будут знать, какой сейчас час в любой точке планеты. И если нужно запланировать звонок с человеком с другого конца земного шара, вы просто договариваетесь об одном установленном времени звонка, и вам не нужно делать каких-либо расчетов. Кроме того, что это все еще не решает главные проблемы. Ведь даже зная общемировое время, мы все еще сходу не знаем, где сейчас утро, где день, где ночь. Как будто это только создает новые трудности. К тому же при переезде в другой конец света вам нужно будет заново приспосабливаться к новому расписанию, к новым привязкам каких-то активностей к этому мировому времени. Да еще и смена даты на календаре может происходить прямо посреди рабочего дня, что будет создавать новые проблемы. Так что скажу честно, я крайне скептически отношусь к этой инициативе. И хотя та система, которую мы имеем сегодня, не является идеальной по ряду причин, она все еще лучше любой альтернативы, которая пока что приходит в голову. И пока нам приходится иметь дело с естественными астрономическими процессами, пока мы живем на шаре, который вращается вокруг своей оси и в один момент времени повернут только одной стороной к Солнцу, нам придется иметь дело с тем, что когда ваш город просыпается, где-то есть город, который засыпает, а где-то просыпается мафия. Но это уже не по теме этого выпуска. Это второй выпуск рубрики «Как работает». Если вы хотите, чтобы в рамках этой рубрики мы рассказали о принципе работы, интересующей вас вещи, механизмы социального явления, пишите свой вариант в комментариях. Также смотрите наш предыдущий выпуск о том, как работает выученная беспомощность по ссылке в описании. И если вам понравилось это видео, обязательно отметьте это большим пальцем вверх. На этом все. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»